Так, ну что, всем привет, слушайте, ну очередная какая-то серия сейчас будет Я бы хотел поговорить про то, что, как создавать бренд вообще Что такое бренд? Ну есть понятие бренд компании, есть понятие личностный бренд Это когда сам основатель является лицом компании, сам является как бы олицетворением компании То есть его приглашают на интервью, он там ассоциируется с этой компанией, ну и так далее Он Айлон Маск, пожалуйста, Стив Джобс, Иван Маск и так далее Есть такая история Но этот бренд создается самим основателем, то есть когда он действительно погружается в это Это нельзя придумать искусственно, ни в каким образом Приходят люди, со-основатели, и такие, вот давай, все, на меня переключай, я сейчас буду здесь себя пиарить Если ты не основатель, если ты душой и телом не живешь этой темой Ну не получится, хоть ты в блин завернись, хоть ты что сделай себе портфолио в инстаграм Не будет этого Если ты у людей ассоциируешься с этой компанией, как ее основатель, то ты и будешь ее основатель Если ты не ассоциируешься, ассоциируешься как какой-то там третий, пятый наемный финансист, я не знаю, продажник, кто угодно Ты таким и будешь, хоть ты в блин завернись Так, ну и что касается бренда, дальше могу сказать, что многие компании, и у нас, опять же, кейс, да Привлекли денег, давайте наймем брендовое агентство Будем делать бренд с философией и так далее Потратим на это кучу денег, времени и так далее Слушайте, вы стартап Если вы стартап, ну придумайте себе Вы же как-то живете этим проектом Вот как я придумал Дип протеин, да, я его придумал сам, он не стоил мне ничего Я купил домен Дип Бай И философию и так далее Продумал исходя из того, над чем я работал Оно мое, выстраданное Да, это мои ассоциации То есть это не коммерческий проект Где я нанял специалистов, они разработали логотип, они разработали то-се Все это надо будет, когда компания разовьется Когда она будет уже успешной И тогда вы всегда сможете сделать ребрендинг Обрастить это какими-то уже там красивыми картинками Красивыми там делами и так далее Помните одно Сделайте, да, какой-то логотип нужен Какое-то понимание философии компании нужен Но это должна быть органическая философия То, ради чего вы делаете этот проект Вот, а уже в дальнейшем потом, когда, ну Можете его развивать, ребрендинг и так далее Не тратьте на это денег Это тоже один из моментов Правильной траты денег В дальнейшем Вот, это тоже будут ценить инвесторы Можно хотеть дорого-богато сразу все Офис, хороший бренд, хорошая философия Все красиво, богато, а по факту убыточная компания Нет Четко сейчас не те времена Сейчас никого ты не прельстишь, так сказать, какими-то красивыми там моментами Сейчас в тренде и всегда в тренде Тем более в стартапе В тренде это простота, качество и прибыльность, перспективность развития проекта Вот об этом я хотел сказать Поэтому развивайте сами И маркетинг, такая же история Не надо вам там маркетинговое агентство Там, какие-то соцсети Проплаченные там инстаграмы Кучу денег тратить на видосы какие-то Которые снял, смонтировал, сделал Если ты этого не можешь сделать сам Не надо на это тратить огромные деньги Это могут себе позволить крупные, успешные компании Пока ты стартап, делай это аккуратненько, сам, тихо, мирно Доноси людям суть своей продукции Суть своего продукта, своей компании Так, как ты это понимаешь Потому что если ты сам этого не понимаешь Тебе для этого нужны какие-то специалисты То тогда, наверное, не основатель ты компании Ты не понимаешь, чем она занимается Ты не можешь это выразить в словах В каких-то визуальных вещах и так далее Вот это хотелось бы сказать Что касается именно бренда и маркетинга Ну, соответственно, там и реклама такая же история Да, да, какой-то момент приходит Когда надо вкладываться в рекламу Какие-то недорогие виды рекламы сейчас есть Там не надо сразу замахиваться Вот я сейчас пропиарю свой продукт В инстаграм-канале какого-то очень там ведущего чувака За какие-то деньги и так далее Не надо Ваша идея должна пиарить себя сама Если она приносит какую-то ценность Если она несет в себя ценность Если она приносит какую-то пользу людям Если она решает их проблему То это и есть ценность своей компании Это и есть ее философия Мы решаем вот эту проблему человечества Или вот эту проблему конкретного клиента Не надо ничего надумывать Не надо ничего окружать какой-то мистикой Какими-то там наращивать какую-то массу вокруг Которая будет очевидна для всех уже не те времена Сейчас дорого-богато Это не признак качественного бренда Сейчас есть простые бренды Которые действительно решают проблему Которые действительно нужны людям А потом дальше ребрендинг И когда уже успешная компания Да, может позволить себе обрасти Какими-то там визуальными красотами Вот И глубиной там философской какой-то мысли Чрезмерной глубиной Вот это то, что хотелось бы сказать По поводу бренда Добре Ну Вроде пока По этим этапам все Будем дальше писать видосы о том Что будет происходить дальше На вашем пути, так сказать Надеюсь, я правильно расставляю приоритеты в видео Надеюсь, я правильно акцентирую свое внимание И ваше внимание Чтобы избежать каких-то лишних трат Каких-то ненужных, так сказать, векторов развития Опять же, как всегда, прошу обратную связь Если есть какие-то вопросы, которые я не осветил То будем их обсуждать в комментариях Или в дальнейшем Задавайте вопросы Будем разбираться Будем делать на эту тему видеоролики Все Всем привет Спасибо 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 Спасибо